Всем привет. Всех, кто отъедет на такое замечательное мероприятие, я несколько лет подряд участвую в гости. Я покажу уже, как для плача. Я расскажу о теме, которая, в общем-то, довольно уникальна на пространстве России и, в общем-то, насколько я, по крайней мере, знаю, в мире тоже не часто затрагивается. Вот, звучит оно как проектирование культуры, и сразу хочу сказать, что, чтобы не было разночтений, понятие культуры – это значительно более богатая понятия, чем просто культурный человек. В это понятие входит, в общем-то, на самом деле вся совокупность достижений и способов получения всех этих достижений от сепартов, которые люди делают. И это на самом-то как экранное понятие, что, действительно, говорить о проектировании достаточно сложно, потому что мы, как бы, так или иначе, выбираемся в культуру в любом месте, где мы пытаемся что-то хотя бы сделать. Поэтому начнем не с культуры, а немножко с другого, для того, чтобы размяться – это электромагнитные волны. И, как бы, долгое время электрический магнитин, как вы, наверное, знаете, изучали себе, соответственно, там находили где-то магнитные слои, там увидели, что они притягивают металл, еще что-то, а электричество как бы изучали по динамомашинам, разрядам молний, там, по ООН пытался измерять заряды, и как бы считали, что это две разные штуки. Ну, вот, в середине XIX века Максон написал свое проявление, которое как раз и доказали, что именно на теоретическом уровне, что электрический магнитин или электрические магнитные поля просто поражают друг друга. И, по сути дела, представляют из себя некий единый объект. То есть, говоря об электричестве, мы сразу можем говорить о том, что ему сопутствует магнитизм, и, наоборот, из соответствующих каких-то полей изгибает электричество. Аналогично мы можем говорить о процессе создания различных культурных артефактов. То есть, любому культурному артефакту предшествует процесс его создания, и этот же артефакт непременно поражает в какой-то процесс. Ну, например, у нас есть гончак, который, соответственно, изготавливает на гончакном круге горшок, и, соответственно, сам этот горшок используется для того, чтобы из него есть. То есть, получается, что процесс изготовления горшка порождает сам горшок, и что, в свою очередь, порождает процесс еды. Но если мы посмотрим на процесс еды в общем, то мы тоже увидим, что он включен в целую цель процесса. То есть, мы же изготовляем горшок зачастую не для того, чтобы один раз съесть, а, в общем, для того, чтобы делать это регулярно. И плюс это делает не один человек, а, да, то есть это продолжит его время, плюс это делает много разных людей. И именно из-за того, что это делают люди регулярно, и из-за того, что это делает много людей, появляется некий культурный иномет, который получает свое название. Ну, в данном случае, например, это уже. Да, то есть, как бы, мы говорим о каком-то понятии, которое благодаря тому, что процесс стал устойчивым, включено в нашу жизнь, и мы даже, ну, настолько оно сильно включено, что оно получило свое название. Дизайнеры, проектировщики и часто даже и продукт-менеджеры очень часто сосредоточены на свойствах непосредственно, вот, скажем так, горшка или их продуктах. То есть, они пытаются отточить, чтобы этот горшок был очень удобным, чтобы он не перегревался, когда из него едят, чтобы вот ложки можно было доставить там до самого глубокого места, и все было хорошо, и чтобы он хорошо мылся в посудомойке, и чтобы там не застревала еда, и все такое. Ну, переводя там на цифровые продукты, что мы пытаемся, чтобы у нас интервейс там минимальное количество ошибок порождал, чтобы все было у пользователей понятно, там, что, ну, в общем, много таких вещей, чтобы мы за все хорошее. И это все правильно. Только вопрос в том, что считается, что как только мы сделаем этот горшок удобным, он сразу как бы автоматически будет включен вот всю в эту систему процесса. То есть, как бы считается, что как только мы сделали хороший продукт, то вроде как все хорошо. Ну, вот, к сожалению, как бы это, ну, очень наивно. Потому что если мы целенаправленно не работаем над процессом включения какого-то продукта в жизнь человека, то как бы мы не можем вообще гарантировать, что этот продукт вообще будет использоваться. Можно сделать суперудобный горшок, но если люди не едят, допустим, раку, если не едят суп, если в их культуре как бы нет этого, и это не принято, то фактически суперудобный горшок просто будет простаем. Как раньше, допустим, вот я начинал как разработчик, например, я могу сказать, что как бы я сталкивался с этим даже на своем примере, что, в общем, разработчик был очень, скажу так, обычно он нацелен на написание хорошего кода, и так как он пытается написать хороший код, чтобы все было нормально, чтобы все работало, чтобы все архитектурно было правильно, ну, часто интерфейс получается как придется. И мы знаем, что эти примеры из программ 90-х, мы говорим, что, в общем, интерфейс получался каким получался, как-то кнопки расставили, и ладно. Так и аналогично сейчас. То есть мы как бы заточены на то, чтобы сделать хороший интерфейс, чтобы сделать продукт удобным, например, с нашей точки зрения качественным, и, в принципе, с многих точек зрения качественным. Но культура использования получается сама собой, как придется. Она все равно получается какая-то, но вот какая мы не можем сказать, потому что целенаправленно работать зачастую над этим не ведется. Вот, когда вам нужно задуматься над проектированием культуры? В первую очередь, всем, у кого многопользовательская система. То есть это в моем случае социальная сеть, я работаю в одноклассниках, и, соответственно, понятно, что многопользовательская система такая, как социальная сеть, это система, в которой огромное количество идет именно взаимодействие между людьми. То есть одноклассники являются только посредниками. Они обеспечивают эти каналы взаимодействия, но само взаимодействие идет не с системой, а между людьми. Соответственно, можно давать людям возможности, можно не давать людям возможности. И если даже мы даем огромные какие-нибудь возможности по созданию каких-то дополнительных инструментов общения, то всегда нужно понимать, что люди будут склонны использовать то, что им ближе, что им привычнее, что как-то все-таки больше включено в жизнь. И надо сказать, что многие из вас, наверное, подумали, что понятно, это социальные сети, но у меня там не социальные сети, а что-нибудь другое. На самом деле ни социальных приложений, ни социальных каких-то систем в нашем мире не бывает. Так как люди очень социальны в принципе, то даже на каком-нибудь приложении для погоды, понятно, что оно не затрагивает непосредственно внутри приложения способов взаимодействия между людьми. Но с его помощью можно эту погоду, например, сбросить мессенджер и сказать друзьям, «О, смотрите, классная погода, поехали на дачу». Или наоборот бывает, что кто-то пишет, что «Слушай, я не знаю, ехать ли, и ты скидываешь ему погоду и говоришь, «Вот, смотри, погода будет супер, надо ехать». То есть получается, что так или иначе мотивация часто все равно идет из каких-то социальных аспектов в нашей жизни. Поэтому если вы думаете, что это вас не касается, это касается всех. Да, второе, вам нужно задуматься, если у вас есть система, в которой очень много возможностей, а люди вот так вот используют только какую-то часть этих возможностей и ничего больше не используют. И статистически, грубо говоря, какая-то маленькая часть возможностей используется, а остальные, скажем так, только дико. Ну и в общем получается что-то такое, вы даете классные возможности, а как-то получается что-то не то. И, соответственно, вам нужно задуматься о том, чтобы не просто для того, чтобы «Ой, я все, продукт создал, вот видите, в телесуре институте показывает, все его можно использовать, но по факту его использовать не так». Это, соответственно, вам повод для того, чтобы начать целенаправленно проектировать культуру использования вашего продукта. Рассмотрим быстро, как культура формируется. Самый частный способ – это с помощью ограничений. В общем, мы знакомы с огромным количеством ограничений и в религии, и в нашей культуре. И надо сказать, что действительно эти ограничения идут значительно шире, чем их причины. То есть мы понимаем, например, что в мусульманстве запрещено пить алкоголь и есть свинину. Причина этого, конечно, в том, что изначально мусульманство пошло очень из жадких стран, и это просто было небезопасно. Много человек мог увидеть, что свинина портится, а алкоголь на такой же ареи – это просто ужасно. Но эти ограничения проникли настолько глубоко, что они ограничивают жизнь уже людей, которые живут в совсем других условиях сейчас. Если вы думаете, что нас это не касается, это на самом деле касается всех. Все равно мы так или иначе себя ограничиваем именно по каким-то культурным моментам. Это очень близко об этом писал Фрейд. На самом деле в его концепции это как бы животная сущность человека, а супер-эго – это общественное ограничение. И он писал так, что если бы не было супер-эго, то человек подбежал бы на улице и вырвал бы гамбард, допустим, у другого и съел бы его. Концепция Фрейда на тот момент была очень популярна, но на самом деле, конечно, она не выдерживает критики. Потому что если бы не культура, человек бы даже не узнал, что гамбард – это еда. Все вот это многообразие еды, которое мы знаем, мы его воспринимаем именно как еду благодаря культуре. Благодаря того, что с детства нас родители чему-то обучали, где-то что-то пробовали. И пробовали мы почему? Потому что мы в этих условиях видели эту еду. Если бы мы росли в каких-то других условиях, например, в Азии, в которой вы знаете, что едят все что угодно, то мы бы что-то другое воспринимали как еду. Например, в наших пространствах, например, гречка – это еда. И не важно, где ты живешь – в Самаре, Петербурге или в Новосибирске – везде гречку воспринимают как еду. А вот с американцами не так. Они как бы знают формально, что гречка – это еда, но при прочих равных возьмут картофель фри. Правильно? Потому что у них другой опыт. Да, вот у нас надо просто сказать, что так красиво. А можно я попрошу организаторов пять минут на еще? Если много вопросов, мы можем сократить. Давайте сократим вопросы до одного. Придумайте самый классный вопрос. Через групповые нормы. Мой любимый способ. Быстро расскажу, что это на самом деле основа этого. Это такое понятие как «конформность» и эксперимент Соломона Эйши, который доказывает, что люди готовы соглашаться с мнением группы, даже если не предъявляли вот такие столбики и говорили, какой из них соответствует, по-моему, на первой карточке. На второй нужно было сказать. Понятно, что все знают, что это С. Но когда пять человек для себя говорят, что это В, то 37% людей говорили, что это В. То есть люди готовы соглашаться с мнением группы. И пример, который я пропущу. Да, потому что мы не успеваем. Но на самом деле суть в том, что люди, соглашаясь с мнением группы, впитывают групповые нормы и принимают те правила, которые ставит группа. Четвертое – это загружающая среду. И это еще более интересный способ передачи дополнительных норм. В принципе, не всегда даже нужна коммуникация. Вот, например, это эксперимент, связанный с теорией разбитых окон, что сделали голландские исследователи. Они на стене, где написано граффити запрещено, видят, что при подклоне на другой велосипед, но они повесили рекламные таблички. Если на стене все аккуратно, нет никакого граффити, ничего, только 33% либо выбросили эту табличку, либо перевесили на другой велосипед и делают что-то плохое. А вот когда все зарисовано граффити, с бумажкой они ничего не делали. Ничего плохого. Только граффити все зарисовано. Процент вырос до 69. Почему? Потому что окружающая среда тебе передает некий сигнал. Что-то запрещено, но оно уже нарушается, значит, можно нарушать больше. Вот это интересный момент. Подумайте в ваших проектах. Где вы передаете людям такой сигнал? Ну, зачастую, как бы, в первую очередь надо задумываться, конечно, на какие-то негативные сигналы, что люди что-то делают не так, как вы хотите. Вопросы потом. Да. Я один, да. Вот, понимаете, все знают, в Питере живет, что мы переезжаем в Питере и сразу становимся такими послушными гражданами. Почему? Ну, окажите, все чисто. Все водители ведут себя хорошо и не превышают. Поэтому мы, как бы, следуем по новым нормам. Ну и, опять же, есть ограничения. Нас могут отштрафовать, причем реально жестко. Вот. Поэтому, как бы, раз наша культура меняется, просто при пресечении границ. Ну и, конечно, на самом деле, есть прекрасный пример, как формируется культура случайно. Вот, встретились два первобытных человека, один другому сказал «А», другой потому, что тот его поприветствовал и в ответ тоже сказал «А». Всем остальным просто все равно, поэтому они приняли вот эту норму и все стали здороваться «А». Вот. То есть, как бы, это то, каким образом формировался наш язык, как бы, это огромное количество вот таких вот случайных событий, которые были приняты до шестого. Культура очень устойчивая. Надо понять, что если мы столклись с каким-то неприятным моментом, то искоренить его очень-очень сложно. Это можно сделать, но некоторые моменты, может быть, и при нашей жизни. Да, есть такое понятие, как «Окно Авертона». Можете прочитать про него отдельно. Некоторые говорят, что это пропагандистский концерт. Но, в общем, да, но тем не менее он хорошо показывает, что мысли и какие-то понятия в нашей культуре могут двигаться от немыслимого до действующего нового. Это возможно, это можно изменить, но, в общем, это действительно не так просто. Нужно пройти через два переименования. Но там достаточно интересно рассказано, на самом деле, так что можете прочитать. Пример, что, например, деньги раньше было принято передавать человеку лично. А теперь для нас абсолютно норма переводить через банковскую карту приложение просто нажать. Но сколько банки потратили на это время? Примерно 10 лет. Потому что кабинеты были доступны еще практически 10 лет назад. В одноклассниках у нас тоже есть перевод денег. И тоже могу сказать, что понятно, что многие говорят, а зачем переводить в одноклассниках, если есть для банка онлайн. То есть теперь получается, что перевести в сторону действующей нормы, опять же, не очень просто. И замечательный пример, например, открытки. Это была жутко популярная штука. В Англии в первом десятилетии XX века было отправлено 6 миллиардов открыток. В Советском Союзе они тоже были очень популярны. А потом что? Пришла электронная почта, пришли мессенджеры и сказали, ну, ребят, смотрите, вы можете открыть сообщение, а можете приоттачить файл. Ну и типа, вот ваш открытка. Но это же не открытка. Открытка никогда не отправлялась в письме. Открытка отправлялась отдельно, у меня ставится отдельный штамп. Ставятся другие штампы, марки наклеятся. Это другая сущность, это не письмо. Они отправляются в конверте. И на самом деле, по сути дела, просто не задумались о том, что электронная почта не является правоприемником открыток, она является правоприемником обычной почты. И в одноклассниках у нас удалось, скажем так, эту культуру открыток перевести в некое новое русло, это подарки. И подарки действительно популярны в одноклассниках. У нас есть миллионы людей, которые дали друг другу подарки. И эти подарки пополняются каждый день, некоторые делают люди сами. И это действительно очень популярная штука. Да, некоторые из них могут вам не нравиться или кому-то, но тем не менее это действительно то, что нравится и что близко нашим пользователям. Есть поразительные свойства культуры. Я думаю, что многие из вас сталкивались, например, что часть людей после того, как посидят на каком-то сайте, нажимают «выход», потому что у них есть миф, что что-то может случиться, пока они не за компьютером. А с мифом связан всегда ритуал какой-то. Вот ритуал это вы видите. Ритуал не имеет никакого смысла, но связан обязательно с мифом. Ваша задача, если вы видите такие ритуалы, докапываться до мифа, докапываться до причины. В чем причина того, что человек вот так себя неправильно ведет. Ну и как изучать, вот как докапываться, как все это делать, не откроя здесь Америку, наблюдайте, слушайте, проводите опросы, спрашивайте просто. И просто общайтесь с вашим пользователем больше, и вы узнаете много чего нового. И, конечно же, используйте психологию, читайте, много есть интересного об этой науке. Я послезавтра защищаю диплом магистрский. Так что да, могу сказать, что это действительно много чего полезного там есть. Да, есть и моменты, к которым надо относиться скептичнее, но действительно есть очень много и толковых следов. Всем спасибо за внимание. Спасибо за доклад. В общем, как психолог, защитившийся психологом учащего, все-таки ты полагаешь, что основой фрейдизм и юнга нужно работать с культурой? Нет, нет, нет. Молее современные. Конечно, нет. Я привел пример, проиллюстрирую, что с одной стороны он был первым, ну одним из первых, кто очень много писал, именно о том, что культура строится на ограничениях. С другой стороны, я же и показал, что даже в примерах, которые приводят, лежит как бы несостыковка логическая, что культура, она, в принципе, дает понимание. Интуитивный интерфейс, интуитивно понятный интерфейс у нас один, это женская грудь, правильно, которая сосет ребенок, а все остальное, ну как бы, так или иначе выучивается. На что ориентироваться? Ну, на самом деле, мне вообще нравится все, что связано с лингвистикой, потому что хорошие лингвисты и антропологи, они, так или иначе, изучали и аспекты, которые связаны с культурой. Да, то есть, кого бы привести? Я как лингвист хотел сказать, кого вы считаете хорошим антропологом? Это, да, этот вопрос остался у меня врасплох, поэтому следующий вопрос. Нет, ну, да, я не буду сейчас пытаться вспомнить фамилии, это будет выглядеть странно, но я могу сказать, что, конечно же, многие примеры, которые я изучал, которые у нас были, например, на психолингвистике, про то, как, если, например, есть племя в Бразилии, в котором нет числительных, у них есть только один и много, и фактически можно говорить, что там, основа своей гипотези Сипиро-Орфо, что они фактически не видят, что там у человека два или три или больше каких-то предметов, они видят, что у них больше одного, и все. Вот, у них вот так вот примитивно построена культура. И фактически, если вы знаете вот такой момент, если вы знаете, например, что, ну вот даже банально, да, в Америке или в англоязычных странах не различают синий и голубой, и, возможно, в интерфейсе не имеет смысла делать как бы серьезных различий именно светоиндикации между синим и голубым, потому что это для них не является серьезным, значимым различием. Они то и другое называют блюд. Поэтому такие моменты надо учитывать именно в общей культуре. А я говорю очень часто применительно к конкретному проекту. На самом деле каждый раз, когда вы начинаете заниматься каким-то проектом, раскопки по культуре использования данного проекта нужно начинать с нуля, потому что они не всегда имеют серьезное отношение к общей культуре, в которую вы включен в этот проект. Ну только частично, скажем так, языковое и все такое. Я пример с лингвистами привожу, потому что они действительно очень много копались именно в быте людей, то есть они пытались разобраться, почему так происходит, что у них нет этого слова какого-то. Приводили, например, у бушменов, им очень нужно много перебегаться, и, соответственно, у них практически встроенная в голове навигация, у них нет понятия относительной ориентации. У них нет право-лево, и они, говорят, стоят вот так, «Моя северо-западная нога сейчас попала около нее из меня». Человек всегда понимает, как он ориентирован. Это позволяет ему постоянно понимать, в какую сторону ему двигаться. Не нужно искать ногу или все-таки. Он всегда знает. Это на самом деле общий момент в культуре. Я говорю, что это все интересно, но очень важно именно пытаться разобраться в культурных аспектах конкретного проекта. Есть ли там вот эти ритуалы, есть ли мифы, есть ли какие-то неправильности используемы, потому что есть какая-то классная возможность, и люди вообще забивали. Вот эти вот моменты надо стараться раскопать, понять и дать людям какие-то ориентиры. Я могу сказать, что по поводу культуры, могу сказать, что суперское достижение у нас – это подарки. Интерфейс дарения подарков, культуре дарения подарков, имеет, скажем так, он связан, но не на 100%. Потому что культура дарения подарков, она протаскивалась через огромное количество различных способов демонстрации этого культурного способа взаимодействия между людьми. Есть оповещение, есть лента, есть способы демонстрации того, что там кто-то получил какой-то подарок, и что это классно, и что он позитивен, довольный, и все такое. То есть когда у нас принимается подарок, то такая радостная иконка показывается, что вот и ты тоже порадуется, что твой друг принял подарок. То есть это все связано с интерфейсом, но мы не можем говорить о том, что вот есть какое-то интерфейсное решение, которое раз так и культуру спроектировало. Нет, культура, она ошибая. Мы должны понимать, что просто спроектировав хороший интерфейс, чтобы его можно было использовать, мы еще сделали только, даже не полгода, мне кажется, меньше. А дальше нам нужно понимать, как его аккуратно включить, как продемонстрировать пользователю, что это здорово, что это удобно, что это правильно, чтобы он бросил свои старые бумажки, и начал в оборудовании записывать все. Правильно? Часто это происходит само собой, и потом создатели говорят, о, круто, я все смог. Ну, как бы да, но есть, скажем так, нюансы. АПЛОДИСМЕНТЫ